Праздник Акурим Праздник Акурим Попробуем получить ответ на вопрос, что лично я могу получить в этот праздник, если человек, допустим, не еврей, человек первый раз слышит об этом празднике и оказывается он может получить большое благословение с небес в этот день. Мы сегодня постараемся это выяснить и какую работу должен проделать человек, что для этого надо сделать, чтобы получить вот это благословение от Бога. В двух словах мы поговорим о истории этого праздника. Это было время Вавилонского изгнания, 70 лет, когда евреи находились в Вавилонском изгнании. Праздник Царствовал тогда царь Ахашвирошу, он был руководителем 127 областей, сказано. То есть фактически он был царь мира, самый мощный владыка. И однажды он сделал пир, и он решил похвастаться своей женой, ее звали Астинь. И он попросил ее, она делала женский пир отдельно, женщины отдельно, праздновали мужчины отдельно. И он попросил ее прийти и покрасоваться перед гостями. И Медраш нам объясняет, что он попросил ее станцевать перед ними в обнаженном виде. По определенным причинам Астинь отказалась это делать. И тогда собрались его помощники, сказали, это прилюдный отказ подчиняться мужу, теперь все так будут поступать. В общем, было принято ее казнить. И был объявлен конкурс на новую жену. И тогда нашли многих красивых девушек, привели их в гарем короля. И начали готовить на смотрины, такой показ мод, сегодня мы бы это назвали. И царь выбрал себе девушку по имени Эстер. Эстер была племянницей Мардыхая. Мардыхай был в то время главой еврейского народа, который находился там без знаний Вавилона. И она не раскрывала царю, кто она такая, из какого она народа. Имя Эстер и переводится как сокрытие. И царь выбрал ее, она стала царицей. И также был там придворный, его звали Аман. Очень гордый человек, злодей, который ненавидел еврейский народ, ненавидел Мардыхая. И он наговорил царя, опорочил в его глазах еврейский народ. И царь выписал приказ, был назначен определенный день, когда всех евреев по всем 127 областях должны были истребить. И Аман, этот злодей, уже приготовил 10 виселиц. Он уже просто видел там повешенного Мардыхая. И вот в этот самый день, Пурим, так и называется, Пур-Жребий. Жребий перевернулся. И с этой точки все пошло иначе. В эту виселицу попал сам Аман. Эстер призналась царю, что она дочь еврейского народа. Царь дал другие распоряжения. Евреи защищались и одержали победу. И в конце сказано, многие из тех народов решили примкнуть в вере народа Израиля. И было дано установление, чтобы каждый год в этот день весь еврейский народ по всему лицу земли вспоминал и праздновал этот праздник. Это исторические события. Исторические события. Теперь мы поговорим, что лично для меня дает этот праздник. Но вначале мы поговорим о времени. Все-таки же было установлено особенное время для этого праздника. И каждый год этот праздник отмечается. Каждый год, каждый год на протяжении многих поколений. И если вот задать себе вопрос, чтобы сразу было интереснее как бы вникать в эти подробности. То человек может сделать очень большой скачок. Потому что идет определенная помощь с небес. И он очень-очень сильно может за вот эти дни праздника изменить свою будущую жизнь. Это как бы такая точка переворота. Вот пур. Должно было быть все плохо. А с этого момента все плохое наоборот обернулось в хорошее для человека. И у него начался прорыв по жизни. У каждого есть свое, о чем задуматься. У каждого свой переворот, своя виселица, свое давление. Но нам важно понять вот эту точку. И для этого важно понять о времени. Как это так происходит, сверхъестественное такое событие. Надо понять, что такое время. Что Всевышний создал время. И открыл, что такое откровение. В Торе открыл для еврейского народа секреты, В какое время действуют, какие силы с небес. И что надо сделать для того, чтобы эти силы пришли в жизнь этого народа. И это относится к каждому человеку. Потому что силы, они работают для всех. Другое дело, что человек должен знать об этом, захотеть знать об этом. И подключиться к этому источнику силы. Например, пророк Ишаяга так и говорил. Он говорил, возрадуйтесь Иерусалимом, все любящие его и сетущие о нем. Чтобы и вам насыщаться от сосов, утешение его. То есть насыщаться от сосов. То есть человек, который любит Израиль, любит еврейский народ. Любит Тору. Он смотрит на еврейский народ, как народ Торы. Он сопереживает всему тому, что еще плохо в Израиле. Всему тому, что еще плохо среди евреев. Он сопереживает, не злорадствует. А сопереживает. И даже пытается как-то посоучаствовать в развитии, в усилении, в укреплении единства еврейского народа. И для такого человека открывается этот поток небесного благословения. И так сказано, возрадуйтесь с этими праздниками. Поймите, осознайте эти особенные даты. И приходите, и насыщайтесь вместе с еврейским народом. Вообще времена это особенное явление. И Всевышний дал еврейскому народу особенные времена. Например, каждую неделю есть шаббат. Есть шаббат. Что заповедь о субботе делает среди десяти самых главных речений? Ну, можно понять, не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй и так далее. Это понятно, это разрушает мир. Но что для еврейского народа делает заповедь «Чти день субботний». А про него сказано, что Всевышний отделил этот день, выделил его из семи дней и благословил этот день. То есть в этот день работает особенная сила и дал указание еврейскому народу, как этот день правильно проводить, с особенными тонкостями, как священному народу. Но что для других народов? Сегодня много споров, имеют ли право другие народы соблюдать шаббат, чествовать шаббат. Все дело в том, что у других народов нет обязанности соблюдать еврейские законы, связанные с субботой. Эти законы были даны только для священников. Но что да, имеет право сделать каждый человек? Выделить этот день для себя, как особенный день сотворения мира. Потому что Бог шесть дней творил, на седьмой день отдыхал. Это был шаббат. И поэтому вот это отделение и благословение, проистекающее в этот день, человек принимает на себя. Наши мудрецы объясняют, что этот день, как царица суббота, она заряжает, сюда приходит божественный свет. С вот этого самого небесного окна, где престол Всевышнего, как называется это в Торе. Место его управлением. Там, где вот этот свет первого дня, который был зашифрован в первый день. День, свет скрытый для праведников. Этот свет приходит сюда, как божественное раскрытие. И надо сделать только этот сигнал, надо сделать антенну. Каким образом? Каждый человек из другого народа. Выделит этот день, как особенный день, как чествуемый день. И уже самому решить, как он этот день проведет. Со своей семьей. Больше уделит внимание молитве. Сделает какую-то трапезу особенную со своей семьей. Поучиться вместе со своими друзьями. Но надо что-то сделать такое полезное. В честь этого субботнего дня. Выделить этот день, как особенный. Для народа мира нет никаких законов. Нет никаких запретов. Ни запрета на работу. Никаких запретов нет. Но есть большая опция, чтобы выделить этот день, как особенный, в сердце своем. И отнестись к нему иначе. И тогда вот это насыщение, которое приходит на душу человека, вокруг человека. Все остальные шесть дней. Он работает как обычно. Но он работает с другой душой. С другим внутренним настроем. С другой душевной силой. С другим терпением. И вокруг него так же само открываются какие-то возможности. Потому что наши мудрецы говорят, что чествование этого дня напрямую связано с материальным тоже благословением. И так вокруг человека. Каждую неделю у него есть такая опция. Точно так же каждый праздник. Каждый праздник. Есть вот семь особенных праздников. Которые доступны любому человеку. Это Песах. Это Шавуот. Это Сукот. Это Рошашана. Это Йомкипур. Это Ханука. Это Пурим. Вот семь таких точек во времени. Которые человек, если он изучает Тору. Если он любит еврейские народы Тору. Он подключается к этим небесным силам. Вливанием сюда. И он получает это в свою жизнь. В свою душу. В свою семью. В свое окружение. Он может принимать этот божественный свет. Только есть кошерный путь. Когда народы сказали, что некоторые субботы это для нас. Мы тоже обязаны. Это неправильно. Это конкретно было дано речение израильскому народу. Слушай Израиль. И это относится именно к Израилю. И заповедь была чтить субботу. И соблюдать законы субботы. Но это только для народа священников. А другим народам, пожалуйста, радуйся в этот день. Выдели его особенно. И так же самое насыщайся вместе с еврейским народом. Сегодня этот день забытый у многих народов. Люди сказали, это уже Ветхий Завет. Но это не Ветхий Завет. Это божественная истина. И то, что люди обозвали это Ветхим, то Всевышний не поменял свое мнение. Люди выбрали день отдыха в воскресенье. Это очень полезный день. Хороший день. Но в воскресенье не работает такая сила, которая работает в субботу. И точно так же каждый праздник. Когда человек понимает смыслы. Он делает этот день особенный. И Песох. И Шавот. И Сукот. Все эти божественные праздники. То он подключается к этому большому небесному благословению. И прямо оттуда приходит его жизнь благословения. Это и есть скрытый смысл. Это и есть тайна. Которую многие сегодня не знают. Как они могут об этом узнать? Они должны об этом услышать. И сердце человека, которое принимает это. Которое не настолько гордо и надменно. Чтобы сказать. А это только еврейское. Это вообще выдумки. А человек говорит. Минуточку. Это же откровение Бога. Оно было даровано. Для всех народов. Он разберется. Он посмотрит. Он попробует. Он начнет это реализовать в своей жизни. То и результат у него, конечно, будет другой. Потому что истина, она вечна. Все, что Всевышний сказал в Торе, это вечно. Как бы Тору не называли. Как бы ее не обзывали. Как бы не думали плохо о еврейском народе. И так далее. Теперь мы поговорим. Так как мы уже поняли исторические события. То объясняют нам наши мудрецы, что весь вот этот праздник Пурим. Это идея, сокрытая идея, внутри меня, внутри каждого человека. И мы сейчас посмотрим ассоциации имена, людей, события, связанные с этим праздником. Но будем так рассматривать это, как работа внутри себя. Не воевать с кем-то, бороться с кем-то. А именно внутри себя, внутри своей души. Какая-то работа внутри своей души. И так объясняют нам наши мудрецы, что Пурим это конец исправления внутри меня на определенном этапе. Что это значит? Есть такое понимание духовное развитие. И вот если взять какой-то цикл, а потом провести анализ. Почему каждый год встречать надо было Пурим. Это установление было прямо в Танахе об этом сказано. Потому что это определенный цикл. Прошел год. И это заканчивается цикл. Заканчивается какой-то этап исправления внутреннего человека. И скачок на новый уровень. Вот это был Пур. Вот это был Пурим. Их должны были убить, но получилось все наоборот. Получилось этого большое благословение. Так и человек. Когда он приходит к празднику Пурим, он анализирует события. Он анализирует себя внутри. Он понимает, что ему надо как-то подвести этот итог. И сделать какой-то внутренний переворот. От чего-то избавиться. От чего-то отказаться. И тогда придет вот этот жребий. Вот этот Пур. То, что должно было закончиться плохо. Оно еще из этого усилится. Еще перевернется. И это еще сыграет в работу на хорошее. На будущее благо. То, что будет происходить с человеком. Вот если человек с таким отношением приходит к празднику Пурим. И он ожидает. Он в этот день. Он понимает, что с ним происходит. Он понимает, что он пришел. Понимает, что происходит сегодня с небес. И тогда и результат совершенно другой. Тогда действительно это полезно. Это очень важно. Это большое благословение приходит к человеку. Не зря сегодня многие народы любят этот праздник. Этот праздник радостный. Этот праздник веселый. Потому что на самом деле приходит большое благословение. Вот. И мы посмотрим на персонажей. И попробуем понять, какие силы работают внутри нас. Благодаря этим персонажам. Кто такой Ахашвирош? Объясняют нам наши мудрецы, что Ахашвирош. Он символизирует эгоизм человека внутри него. Как мы это видим? Давайте посмотрим, кто такой Ахашвирош. Ахашвирош не был царских кровей. Он был конюхом. Потом он удачно женился. Потому что его жена была дочерью царя. В общем, он сделал себе потрясающую карьеру. И как бы по общим человеческим факторам он достиг потрясающего результата. Он был царем над 127 областями. И вот это его вот, ну как бы подведение итогов. Это он устроил пир. Пир это символ радости. Символ комфорта. Символ успеха. Но что происходило на этом перу? Тут надо посмотреть. То есть он попросил свою жену выйти, обнаженной танцевать перед другими. Так же само он взял сосуды, священные сосуды, которые взяли в еврейском храме. И употреблял их по неправильному назначению. То есть это было абсолютно неправильно. Вместе с ним пренебрегали божественными законами и другими. И это символизирует вот этот эгоизм внутри себя. Когда человек трудится, работает. Даже верующий человек. Он что-то достигает. Он что-то делает. А потом он смотрит и говорит, это все я сделал. Я достиг этого комфорта. Другие ж не достигли. Это все я. Это вот мне так далось. И это точка, с чего начинается проблема. Потому что человек иначе должен рассматривать жизнь. Он должен быть смиреннее в этом плане. И он должен понимать замысел Творца. Каждая душа приходит сюда с особенным заданием. Кто-то царь. А кто-то дворник. А кто-то еще кто-то. Кто-то еще кто-то. Это не потому, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Это потому, что у каждого своя жизнь. У каждого свое предназначение. У каждого есть свои возможности. И Всевышний смотрит на душу каждого человека одинаково. Он любит каждого человека. Когда человек в надмене и говорит, это я такой. Он начинает проявлять это среди окружающих. Вот это вот эгоизм. У нас есть пример человека по имени Маше. Сказано, что он самый скромный человек на земле. И как достичь такого? Как сделать эту внутреннюю работу? Чтобы поменять идею Ахашвироша, поменять ее на идею Маше. И объясняют нам наши мудрецы, как он был скромный. Он просто понимал, что каждая душа приходит сюда с предназначением от Бога. И Бог дает на это свои божественные силы. И Маше понимал, что если бы Всевышний выбрал другого человека, и все те силы, которые он дал ему Маше, он бы дал другому человеку, то другой человек с Божьей помощью мог бы справиться с этим заданием, вывести еврейский народ, получить Тору и так далее. Еще лучше, чем Маше. Он понимал, что это не он такой герой. Это все благодаря божественной силе. Когда человек вот так задумается внутри себя, да, он, возможно, достиг большого успеха, да, у него все хорошо, у него есть радость, у него есть комфорт, у него есть достаток. Но вот в этот момент надо научиться отдать славу Всевышнего, поблагодарить Его и понимать, что это действительно все благодаря Его божественной помощи. А то, что ты сделал свою часть, так ты тоже молодец. Но если бы другой сделал свою часть, а ему были дарованы те силы, которые дарованы тебе, возможно, он бы сделал ее еще лучше. Так тебе нечем тогда гордиться. Нечем гордиться. Ты всего лишь сделал то, что ты мог по силам своим. А все остальное – это заслуга Богу. Это Ахашвироши, внутренняя работа вот над своим эгоизмом. Точно так же получилось, вот, например, если можно сейчас затронуть вот эта гордость, да, что произошло вот в истории человечества. Всевышний дал евреям Тору. Народы взяли эту Тору. Выбрали оттуда то, что им удобно. Тору обозвали Ветхим Заветом. Еврейский народ долгое время подбирался гонениями и истреблением. Вот. И когда приходят какие-то проблемы на народы, на людей, там, относятся и к народам, и к каждому человеку, то надо тогда задуматься, ну, а как ты, тебе дали Тору, что ты с ней сделал и как ты ее используешь? И получается, народы взяли Тору, стали использовать как попало. Поэтому в пророческах и сказано, что придет время, и Всевышний будет судить Гуру Исава. Будет судить Гуру Исава. За что? За гордость, за надмение. Потому что люди сказали, мы лучше знаем. Мы будем делать, как мы сами считаем. И они забыли божественный замысел, обозвали его истину Ветхой. И стали жить, как они понимают. Вот это как раз и есть эгоизм. Они стали использовать божественное откровение для своих каких-то меркантильных целей неправильных. И за это, конечно же, приходит расплата. Следующий у нас персонаж – это Аман. И Аман символизирует гордость. Что такое гордость? Вот выходил Мардыхай, и Аман хотел, чтобы ему все кланялись. Он такой, достиг такого положения. Он помощник царя. И все ему кланяются, а Мардыхай нет. Гордость – это когда за свои заслуги человек хочет обратного уважения, какого-то преклонения. Это, конечно, все хорошие, приятные такие качества. Они приятные для животной природы человека. Человеку очень радостно, когда ему отдают почет. А когда не отдают, так что теперь делать? Ну, не захотел, вот один человек не захотел ему кланяться. Так он настолько гордый, что он устроил из этого целую войну. И хотел истребить и народ, и хотел, и подговорил царя. И все, что он только не делал. Это гордость внутри человека. Поэтому как работать с этим качеством в праздник Пурим особенно? Человек должен разобраться в своих амбициях. Насколько он желает благодарности. Насколько он зависит от вот человеческой какой-то лести. И от всего такого. Человек должен все это убрать. И человек должен воспринимать благодарность и особо на к нему отношения как бонус. Поэтому если кто-то благодарен, слава Богу, это бонус. Это всегда приятно, но это бонус. Но зависеть от этого, хотеть этого, искать этого, более того делать все, чтобы это было. Это вот начинается совершенно другая большая проблема. Вот. Поэтому человек задумывается, как над своим эгоизмом, как над своей гордыней. Что он делает в этом мире и что находится внутри него. Следующий герой у нас это Мардыхай. Кто такой Мардыхай? Это символ внутренней стойкости. Когда пришла угроза, он не собрал свои вещи, не спрятался куда-то. Он покрыл голову пеплом, стал молиться Богу, объявил пост, сконцентрировал весь народ, собрал детей, они начали обучать Тору. То есть это символ стойкости в вере. Должен человек пересмотреть внутри себя все свои качества. Как он вообще чувствует себя, где он теряет радость, где к нему приходит депрессия. Когда что-то складывается не так, как ему хочется. Не так, как он планировал, не так, как ему удобно. Как-то обстоятельства пошли иначе. То этот человек в момент должен понять, что есть царь, есть хозяин этого мира, есть Всевышний, который всем управляет. И человеку лучше подстроиться под Всевышнего. Но самому надо стоять в вере. Это точно так же, как когда проходили море, сзади погоня, впереди все закрыто. Но Накшона Минадава говорит, будем потихонечку идти, идти, заходить в море. И море открылось. Вот это символ стойкости в вере. Вот это проявил Мордехай. Все, кто читал Пуримскую историю, вы можете глубже понять, вот как это качество выражено во всех действиях, которые он делал в этой истории. Следующая героиня, которая является одной из самых главных героиней, это Эстер. Имя Эстер переводится как сокрытие. Как сокрытие. Интересно, что в этой книге Эстер вообще ни разу не упоминается слово Бог. Все происходит как будто само по себе. Вдруг Ахашвирошу не спалось ночью. Вдруг он что-то там увидел. Вдруг что-то происходило. Вдруг Мордехай оказался и подслушал там разговор покушения стражников. Все вроде бы как сам по себе. Объясняют нам наши мудрецы. Так вот это вот и есть божественное. Но все, что нас окружает, все наши действия, все какие-то события, надо видеть, что везде есть Бог. И Эстер никому не рассказывала, что она из еврейского народа. То есть Эстер символизирует вот такое скрытое спящее качество внутри себя. Но в нужный момент оно должно раскрыть себя и дать о себе знать. Где-то помочь кому-то, где-то что-то, ну, не допустить какого-то разрушения. Есть, когда человек живет, у него все нормально. У нее было все нормально. Она была царицей. Но тут вдруг пришла такая ситуация, опасность всему ее народу. И Мордехай не побоялся ей прийти и сказать, что ты именно для этого и достигла своего величия. Поэтому возьми, раскрой свои сокрытые качества. И они послушат спасением тебе и всему твоему народу. И мужу твоему в том числе, и царству твоему в том числе. И вот это вот Эстер, это искрытое качество у человека. До поры до времени человек его не использует. Живет и живет. Но бывает время, когда надо раскрыть это качество, которое не видно, которое ты еще никому не показывал. Найти его в себе. И раскрыть его для того, чтобы что-то изменить, на что-то повлиять в какой-то очень важной ситуации. И благодаря этому вся ситуация может измениться в один момент, так как и было в нашей вот этой вот интересной истории. И что, чем заканчивается наша история, сказано, что многие народы, они решили примкнуть к еврейскому народу в то время, уверовать в единого Бога. Почему? Потому что когда вот человек, один человек в нужное время раскрывает вот эти свои качества и проявляет что-то божественное, вот эту божественную силу, то это влияет и на него, и на его окружение, и вообще на мироздание вокруг человека. Теперь немного какую работу надо проделать. Это надо внутреннюю работу, это больше размышления, это молитвы. Надо попросить Всевышнего, чтобы с его помощью он помог вот это все сделать. Избавиться от эгоизма, избавиться как-то аннулировать или притушить хотя бы эту гордыню. Ведь эти качества, они есть, от них избавиться полностью невозможно. Но Всевышний может так сделать, что они приостанавливаются. Он помещает их в такой отсек, ну, грубо выражаясь, в котором они заморожены. Они в тебе присутствуют, но они заморожены. Поэтому они не влияют на твою душу. А вот вера, вот эта стойкость, раскрытие скрытого потенциала для того, чтобы сделать мир лучше вокруг себя, чтобы людям помочь вокруг себя. Вот эти качества начинают проявляться. Это и есть наш Пурим. Наши мудрецы советуют. В еврейском народе есть такая традиция. Это четыре действия приняты, что должен сделать каждый соблюдающий еврей. Четыре действия. Люди других национальностей могут придумать, как себе они могут воплотить вот что-то такое, чтобы как-то усилить свою веру, усилить свою связь с Богом в этот праздник. Я думаю, что все, что тут написано, это может сделать любой человек. Первое – это слушать свиток Торы. Человек может изучить эту книгу Эстер. Глубже разобраться в этих внутренних смыслах. Почитать какие-то комментарии. Прийти в этот праздник действительно внутренним, готовым и желанием что-то преобразовать и что-то перевернуть. Следующий момент – надо сделать радостную трапезу. Трапеза с радостью, с весельем, сделать хорошее лыхаем, хорошее праздничное настроение. Любой человек может сделать в этот день у себя дома, со своей семьей, пригласить друзей, поговорить вот о том, о чем сегодня мы с вами разговариваем. Рассказать об этом своим друзьям, вместе помолиться Всевышнему. И попросить, чтобы что-то произошло хорошее, чтобы что-то произошло доброе, с доверием к Богу. Так оно и будет. Третий момент – надо сделать подарки нуждающимся людям. Потому что праздник, когда только у тебя праздник, но надо постараться сделать праздник, помочь другим людям, кто не может себе сегодня, не в состоянии, нет у него возможностей. То есть традиция сделать как минимум два подарка нуждающимся людям, чтобы они тоже могли отпраздновать этот праздник. И четвертое – так же самое минимум два подарка сделать своим друзьям. Потому что надо делиться не только с нуждающимися людьми, а делиться со своими друзьями. Поэтому принято дарить подарки друг другу, говорить добрые пожелания в жизнь человека. Вот теперь можно понять, если человек знает дату, он понимает, что происходит, какая идет трансляция небес, что для этого надо сделать мне самому, как выровнять свои мысли, свои эмоции, свои ожидания. То тогда начинает работать вот эта взаимосвязь. И вот этот вот переворот, он очищается внутри. У него раскрываются какие-то возможности. Потому что это приходит помощь с небес. Пользуясь возможностью, наши уроки проходят в Нитании. Мы будем тоже праздновать этот праздник. Поэтому вы можете написать под этим видео. Если вы хотите встретить этот праздник с нами, то добро пожаловать. Мы вам скажем, куда надо прийти. И вы сможете радостно отпраздновать этот праздник, получив все недавно сказанные возможности, чтобы этот праздник был максимально радостным, максимально полезным для вас и для вашего окружения. На этом наш урок закончен. Будьте здоровы. Хорошей вам подготовки к празднику Курим. Ко всем праздникам надо готовиться заранее. Надо готовить свое внутреннее мировоззрение, внутреннее понимание. И тогда праздник будет особенный. Будьте здоровы и хороших праздников.